Добрый день! Я решила снять серию коротких видео шпаргалки по рисованию. Данная информация будет полезна и начинающим художникам, и тем, у кого уже есть определенный опыт. И первая шпаргалка это центральная ось симметрии в рисунке. Простым языком ось симметрии это вертикальная линия, которая делит наш предмет пополам. Начнем с самого простого прямоугольник. Нам необходимо найти центр прямоугольника и проводим ось. Мы будем ее делать параллельно к краю листа, чтобы она у нас была точно вертикальной. Всегда обязательно проверяйте вертикальность вашей оси, сравнивайте ее с краем листа, потому что некоторые пользуются отвесом, но к сожалению не всегда ровно крепят лист к планшету, например, и получается в итоге все кривое косое. Нижние и верхние стороны нашего прямоугольника должны быть перпендикулярны нашей оси. Это необходимо запомнить, потому что, когда мы будем рисовать наклоненные предметы, нужно четко соблюдать, чтобы угол между вертикальной осью и горизонтальной осью оставался 90 градусов. Так как в рисунке мы очень часто будем сталкиваться с кружечками, чашечками, вазочками, давайте рассмотрим, как-то работает на примере цилиндра. То же самое, мы находим центр, проводим осевую линию, наметим эллипсы. Старайтесь вообще всегда проверять вертикальные линии и оси просто вертикальной линии относительно края листа. Горизонтальные оси у нас будут находиться под 90 градусов относительно центральной оси. Откладываем одинаковое расстояние с двух сторон и рисуем наш предмет, находящийся под наклоном. Кто-то, наверное, скажет «Да, ерунда, зачем нам это нужно?» Но, к сожалению, это является очень распространенной ошибкой, потому что делают предметы наклоненными, в них разъезжается верх и низ, и, к сожалению, несоблюдение вот этих вот 90 градусов очень частая ошибка. И рисунок, соответственно, выходит весь кривой косой, и никто не может понять, почему это произошло. А сейчас давайте сделаем маленький эскизик выдуманного натюрморта для того, чтобы понять, на каком этапе мы начинаем построение. Первое, что нам необходимо сделать, это закомпоновать наши предметы в листе. Я здесь использую метод диагонали. Для начала мы набрасываем общую массу. У нас будет, ну, допустим, какая-то кружечка с яблочком или, не знаю, цилиндр с яблочком. Намечаю предметы, где они будут находиться. На втором этапе мы с вами должны определиться с пропорциями. Что такое пропорция, отношение, например, ширины к высоте предмета. Каким образом мы меряем с вами ширину, смотрим, сколько она раз укладывается в высоте. Если с натуры делаем или с референсом. И только уже после этого мы с вами начинаем построение. Намечаем осевую линию. Смотрим, чтобы она у нас была вертикальной. Отмеряем расстояние от края листа до осевой линии. И далее проверяем и начинаем уже строить наш предмет. Смотрим, чтобы одна сторона была идентична другой стороне. Центральная ось является очень хорошим помощником в строении более сложных предметов. Для примера опять-таки возьмем какую-то вазочку. Очень часто всем прекрасно удается нарисовать одну сторону вазочки. А вторую мы ровно нарисовать не можем. Поэтому мы просто будем с вами откладывать точки. Откладываем одинаковое расстояние с другой стороны оси. И все. И по этим точечкам мы будем прекрасно переносить вторую сторону, например, вазы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...